В общем, как я и говорил, я разрезал начало гильзы на лепесточки. Теперь сделаю петельку. Для этого есть у меня такой замечательный инструмент, редкий довольно-таки. Так, петельку, так, петельку. Вот здесь мы ее откусим. Петельку получили. Теперь я ее просто-напросто продену в отверстие капсуля. Отрежу лишнее. Здесь промажем гелем. Все капитальненько. Так. Здесь разогнем лепестки. Теперь пришло время петельки. Ее тоже просто загнем здесь. Вырежем подходящий кружок по диаметру. Вот где-то так, наверное. Тоже обильно смажем гелем. Здесь и здесь. Закрепим. Хорошенько прижмем. В печку. После того, как все запеклось, я заполнил алюминиевой фольгой. Все во избежание усушек, трусок. И вот сейчас, покрыв гелем эту часть, я запеку ее в шарик. Почему я решил склеить это дело насмерть и не оставлять возможности для открытия ящичка и так далее. Потому что у меня есть другая идея, о которой я вам вскоре поведаю. Так, вот теперь нам надо единственное что, нам надо скрепить это все. С этой стороны тоже подтянем маленько. Ну, а вот и первые изменения в наших планах. Дело в том, что металл расширяется, он мне порвал боковины. Я предполагал, что так может быть. Но что так сильно медь, наверное, слишком хорошо расширилась. Поэтому изменения в планах будут следующие. То есть, спасибо этим железочкам. Они нам помогли удержать форму. А сейчас я планирую тогда сделать здесь вокруг текстурные, прилепить текстурную полоску. А на нее уже все остальное собирать. Это будет и легче, и проще. А для того, чтобы можно было наш кубошарик ставить при запекании, я пока снял вот эту часть. Поэтому мы с вами так сейчас и поступим. Конечно, можно было это все насмерть здесь приклеить двухкомпонентным клеем. Но дело в том, что когда мы будем собирать механизм, металл все равно будет расширяться, сжиматься. И поэтому, так как у нас насыщенная здесь схема, ничего страшного в том, что мы сейчас заменим ее. То есть, практически ее будет мало видно. Мы заменим ее сейчас текстурной вот такой полоской, которую мы сделаем очень просто, вы знаете, как это делается. И она нам сослужит не худшую службу, чем медная. Тем более, что мы все равно будем все красить. Видите, текстура видна, так что все будет нормально. Что-то гель меня этот смущает. Хотя я его брал в магазине, но какой-то он слабовастенький. Сдается мне. Или металл его так рвал. Так. То есть, в декоративности мы нисколько не потеряли. А приобрели то, что мы теперь сможем спокойно здесь начинать, допустим, лепить эту сторону. Как я уже и говорил, начну я с того, что приклею подложку для часов. Вот так. Сами часы я буду клеить в последнюю очередь, потому что я не хочу, чтобы в печке сгорел циферблат. Поэтому мы будем с вами действовать таким образом. Так. Здесь сделали. Отлично. Поехали дальше. Продолжим здесь. Ну и вот положение поправили. Вокруг у нас теперь декоративная такая полоска. Ну а теперь посмотрим, что в наших планах. С правой стороны идет манометр, да? Ну давайте мы его сюда и поместим. Вот он у нас манометр. Так как мы тоже позже его будем вставлять в манометр. При обжиге бумага явно покоробится. Поэтому я сделал такую подложку, куда потом мы будем это дело и приклеивать. Так. Вот сюда встанет наш манометр. Отлично. Вот так. И потом он закроется уже кожухом. Это то, что нам и нужно. Смотрим дальше. Так. Здесь значит шестерни у нас. Ну что ж давайте шестерни положим. У нас их благо много. Так. Смажем сначала это все. Положим первую шестерню. Как я говорил, мы будем делать с вами слоями. Чтобы у нас выглядело все по-настоящему. Ну, более-менее скажем так. Трубы мы будем в самом конце прокладывать. Сейчас мы набрасываем то, что у нас должно быть. По идее. Ну и чтобы у нас это не скользило и не падало. Так. Будем немножко это присушивать. Уже оно не так скользит. Так. Теперь. Следующий у нас вентилятор встанет. Вентилятор у нас здесь почти готов. Вот. Вот. Вот он он. Вентилятор. Единственное, я не сделал для него подложечку. Давайте посмотрим, как я собираю вентиляторы. Вот у нас подложка. Такая она должна быть. Так. Здесь мы поместим маленькую пимпочку. Смажем гелем. Кладем вентилятор. И закрываем кожухом. Все. Он у нас на месте. Можем поставить туда, куда мы хотим. Допустим, чтобы закрыть вот эту щель, я поставлю его в середине. Вентилятор. Готово. Так. Здесь нам бы надо парочку вентилей поставить. Почему бы нам это сразу и не сделать. Так. И сверху, где у нас самодельные вентили. Вот они. Будет хорошо смотреться. Вентиль здесь. Отлично. Когда две стороны более-менее готовы, ну тут еще можно кое-чего поукрашать. Но лучше, видите, оно сдвигается. Поэтому лучше все-таки в этот момент минут на десять отправить в печь. После того, как мы в очередной раз вытащили наш кубошарик из печки, давайте посмотрим, где мы что можем еще улучшить. Я предлагаю вот поверху здесь сделать несколько, допустим, патрубков для красоты. Потому что туда мы впоследствии будем делать уже наш трубопровод. и маленько присушим. Этого будет достаточно. Ну и предпоследний раз отправляем это дело все в печь. Ну а теперь мы с вами просто-напросто начнем прокладывать наши трубопроводы. Для этого я в некоторых местах я сейчас просверлю и поставлю вот такие заклепочки, чтобы декоративнее было и в то же время как бы закончено смотрелось. После того, как я просверлил пару дырок, то есть я беру обычное сверло, цанговый держатель и сверлю. А потом уже на гель или на клей сажаю заклепочки. Таким образом. Ну а сейчас мы с вами проведем пару трубопроводов. Для этого возьмем вот эту вот колбаску и наметим путь, по которому мы этот трубопровод поведем. Допустим, он у нас пойдет вот сюда. Так. Итак, мы вставляем сюда конец нашего трубопровода и подводим его уже вот сюда. Здесь аккуратненько отрезаем и прижимаем. создаем впечатление, что вон туда наш трубопровод и зашел. Вот так. Теперь то же самое сделаем со вторым. Возьмем вот отсюда и проведем тоже через верх, здесь по кругу и вот сюда. Можно чуть-чуть заострить кончик, тогда он лучше туда войдет. Вот так. И пошли. Пошли, 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 пошли. И то же самое здесь. Заведем сюда. И таким образом создадим здесь сеть из подобных трубопроводов. Я не хочу утомлять вас этим зрелищем, потому что мы с вами уже в принципе знаем, что с чем должно соединяться. Ну и вообще это не так важно, где что. Но главное декоративность. Теперь я уже приклеил нижнюю часть, потому что трубопроводы нужно ввести уже и вниз тоже. Пришла пора к этому. Ну и так вот я сейчас дальше буду продолжать ставить заклепочки и ввести проводы. Результат покажу. Тем временем разобрал свои старые часы. Вот так это будет выглядеть. Но еще надо стеклышко сюда приспособить. Ну-ка, посмотрим. Да, будет черно, с золотом. Как раз то, что нужно. Вот давайте мы просверлим теперь необходимые нам отверстия, где мы предполагаем провести наши трубопроводы. Думаю, что это можно делать даже в произвольном порядке. и потом соединять нашими колбасками. Они где угодно можно будет провести и так далее. То есть сначала надо сделать именно отверстия, поставить в них заклепки, а потом уже фантазировать на тему трубопроводов. Поэтому я не утверждаю, где именно вам нужно проводить. Я говорю о том, что где бы вы не провели, с точки зрения стимпанка, это будет правильно. Ну вот, после того, как мы поставили и приклеили достаточное количество заклепок, теперь мы можем начинать прокладывать наши провода. Да, вот здесь забыл еще. Должно получиться очень декоративно, я вам скажу. Теперь наш кубошарик полностью готов к покраске. Краску мы приготовили. И поэтому сейчас начнем наносить сначала как бы ржавый слой. После того, как наш кубошарик основательно проржавел, мы начинаем, как всегда, работать серебряной краской. Наносим ее полусухой кистью аккуратно, создавая эффект вместо нетронутых ржавчины. После того, как зрительным у нас не осталось сомнений, что у нас в руках железная ржавая штучка, мы с вами займемся тем, что начнем ее меднить, действуя по абсолютно той же самой технологии. Несмотря на то, что наш кубошарик выглядит уже очень по стимпанковски, медно, но мне хотелось бы еще внести сюда немножко бронзы и золота. Новый год потому что. Для этого я возьму вот этот металлик свой бронзовый, нанесу его здесь и немножко золота тоже. Вот так. И начну с новыми силами, покрывать уже бронзовым налетом. И кое-где сейчас бронем золото. И теперь я еще раз возьму медную краску. Мне бы хотелось выделить особо трубопроводы, что это медные трубы. После того, как с покраской покончено, и наш кубошарик выглядит почти готовым, осталось довести до ума часы. То есть мне надо просто будет приклеить их на двухкомпонентный клей и с этой стороны еще поставить манометр. И на этом мы с вами работу, считайте, закончили. Ну а теперь давайте посмотрим то, над чем мы так долго и, смею заявить, успешно потрудились. Вот такой у нас получился новогодний кубошарик. Субтитры создавал DimaTorzok